Потерянные в лужах номера, нарушения работы электрики, перебои в работе мотора. В худших случаях вода попадает в блок управления двигателем, и тогда автомобиль обездвиживается. Такие неприятные сюрпризы погода подбросила многим автомобилистам. Позаботиться о своём имуществе лучше заранее. Защитить машину от природных аномалий поможет КАСКО. Полис ОСАГО не покрывает повреждения в результате урагана, затопления или падения деревьев. Например, если у человека полная страховка, человек застраховал себя от каких-то природных катаклизмов, то в этом случае он имеет право воспользоваться какой-то компенсацией, если машина у него в этом случае будет повреждена. В такую непогоду следует быть особенно осторожными, напоминают сотрудники ГИБДД. На мокром покрытии при выборе неправильной скорости использования изношенных шин, шин с несоответствующим давлением. Одно или несколько колёс может потерять сцепление с покрытием, и автомобиль станет неуправляемым. Такой опасный эффект называют аквапланированием или водяным клином. Чтобы его не допустить, следует выбирать адекватную скорость и по возможности избегать глубоких луж. Либо не въезжать в них на быстром ходу. Также, где у нас в городе, не секрет, много луж, желательно, если вы не уверены в глубине этого лужа, то желательно туда просто не ехать. Выбирать пути объезда. Но если так случилось, что машину поставили, а машина оказалась в воде, то также желательно подождать, пока вода сойдёт, заводить автомашину или не рекомендуется в этом случае. На прошлой неделе на дорогах города было спокойно. Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали только одно ТТП с пострадавшим. 5 июля в 13 часов у дома номер 2 по улице Зернова водитель КамАЗа столкнулся с автомобилем Киа. В результате столкновения легковушка откатилась назад, врезавшись в Volkswagen. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.